На протяжении всего дня. Он так близко. Повернись. Пожиратель. Там еще один карт, прямо за ним. Ну давай, опускайся. Давай же. Ну ты слепой. Прямо я не знаю. У него что, нет носа? Видимо, нужно что-то особенное, чтобы его выловить. Комок вернулся. Над насадкой. Сейчас должен клюнуть. Нет, он устал. Подожди. Плохо видно. Вот так. Давай. Он так близко. Плыви вправо. Давай, давай. Только не это. Вы это видели? Еще двое сзади. Там еще двое. Возможно, он подобрал приманку. Это тот, что мы выловили? Нет, этот больше. Думаешь? Да. Там два карпа. Еще один прямо за ним. Насадка. Клюнул. Нет. Это был снова комок? Он клюнул. Посмотри. Там ничего нет. Нет, вот она. Но была-то там. Он придвинул оснастку вот туда. Это комок? Нет, по-моему, нет. А может, и он. Он идет прямо к ней. Он близко. Он близко. Он идет? Ну, давай. Давай же. Плыви дальше. Тряси головой. Этот по поведению напоминает комка. Они вернулись. Снова здесь. На сегодня мы заканчиваем, потому что едва ли можно что-либо увидеть, и на камере ближней съемки также ничего не видно. Карпа все так же много. Я думаю, обычным удалось уйти. Два или три раза. Но сейчас уже пора заканчивать. Это был довольно долгий день. У нас было три шанса. Два из них удачно, один, к сожалению, нет. Сейчас поставлю маркерный узел в правильное положение. Будет удобнее с утра. Будем ждать завтрашнего дня. Их снова было много в участке. Завтра мы начнем с этой же оснастки, потому что во время всех трех поклевок карп трижды засекся. Но я сделаю поводок еще более коротким. Грузило все так же будет квадратная груша на Safe Zone Leader. Вот так. Но мы укоротим трубку. Примерно до трех дюймов. Два дюйма Steve Hybrid и один плетеный поводок. Посмотрим, приведет ли это к лучшим результатам. Мы еще многое не попробовали. Но мы попробуем все это завтра. А сейчас меня ждет барбекю. Покормим самих себя. Почти как рыбный суп. Наступило утро. Четвертого дня рыбалки или пятый день нахождения камеры в воде. Такое количество рыбы можно увидеть только в рыбном супе, что хорошо. Мы положили больше Blood Worm Pellets'а ночью и много нарезанных бойлов. И кажется, что карп просто сошел с ума. Проходил здесь сегодня с утра, хотел принять душ. Подошел к участку, дна не было видно, так же как и камеры, что очень хорошо. И затем увидел три больших карпа, которые плавали вокруг камеры. Мы только что закончили чистить нашу камеру, потому что на передней линзе стали расти какие-то водоросли. Но Дэмиан отлично справился с этой проблемой. Сейчас я буду закидывать нашу новую оснастку, но перед этим прикреплю к ней пару мешков с кормом. Sticky Bait Pellets, как обычно, вымоченный в Sticky Baits Liquid. Кажется, что это их любимый корм, который мы забросили этой ночью. Также исчезли все нарезанные бойлы. Proactive и Fusion. Мне кажется, это ключ к нашему успеху. В рыбалке на такого рода участках нарезанные бойлы. Не пользуйтесь круглыми, если, конечно, можете. Просто нарезанные бойлы. Я уверяю вас, что рыбе намного больше нравится есть нарезанные бойлы, чем круглые. Сейчас достану насадку Pellets, которую вымачивал на протяжении ночи. Вымачивал в Pellets Liquid или, скорее, в Bloodworm Liquid. Аккуратно надеваем. После этого я покажу вам нашу оснастку. Мы также поменяли систему грузила. Помните, вчера три поклевки, которые у нас были, окончили засекшимся карпом. Но, к сожалению, самый большой из них сорвался. Поэтому сейчас мы попробуем скользящую оснастку с инлайн грузилом. Здесь также использован Safe Zone Leader. Применение этого лидера довольно обширное, потому что тут есть как толстые, так и тонкие секции. Поэтому на него можно надевать бусинки, и все равно он будет безопасен. Более короткий поводок Hybrid. Примерно 3 дюйма. Дюйм около крючка без оплетки. Монтаж крючка такой же, за исключением волоса, который мы сделали короче по совету Дэмиена. И затем квадратная инлайн без сердцевины. И бусинка. Когда грузило будет опускаться, оно ударится об эту бусинку. И таким образом рыба подберет короткий поводок, быстро его выпрямит, поднимет его, ничего не почувствует. А если почувствует, то не сможет вытрясти крючок. Грузило опустится и ударит по бусинке. Эта бусинка легко слетает с места. Соскакивает от одной огрузки к другой огрузке. И затем с лески. Итак, все безопасно. Получилась хитрая оснастка Shocker Rig. Я описал о ней, а также с успехом использовал ее на водоемах Фримли. Итак, оснастка готова. Сейчас закинем. Посмотрим, что получится. Закидываю. Оснастка легла довольно прямой. Но я вижу сейчас, что в участке довольно много карпа. Дэмиан говорит мне, огромный карп. Это будет недолго. Огромный обычный. Кажется, что сейчас у нас самые хорошие шансы на поклевку. Дэмиан, как легла система грузила, лидер и все остальное? Все нормально? Он отвечает, все замечательно. Если Дэмиан так считает, то значит все нормально. Дэмиан, как легла. Мы проверим все нормально. Принадим. Принадим. Порядка. Продолжение следует... 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 Ну, давай, давай, по-моему, насадка во рту. Как так? Это что, грузило? Нет, нет, это не грузило. Ну, давай, вот теперь он отгрузил. Только посмотрите. Вы только посмотрите. Нет, только не это. Он промазал. Промазал. Это просто ужас. Это просто невероятный экжемпляр. Обычный. Давай, давай. Ну. Насадка во рту. Посмотри на поводок. Она во рту. Она во рту. Он клюнул. Клюнул. Насадка во рту. Посмотри на поводок. Она во рту. Она во рту. Он клюнул. Клюнул. Леска двинулась. Засекли. Он засекся. Невероятно, но это снова маленький обычный. Вырванный из челюсти огромного карпа. Но все равно это карп. Почему большой карп не делает точно так же? Он небольшой. Маленький призрачный. Итак, прямое жало сработало. Мы поймали самого маленького карпа в участке. Но тем не менее, это карп. Это всего лишь вопрос времени, перед тем, как... Перед тем, как мы поймаем большого. Это всего лишь вопрос времени. Им надо показать, кто главный с Infinity на 3,5 фунта. Ну, давай. Ему не хватает ни массы, ни силы, чтобы соскочить с короткой лески. Мне кажется, что этого карпа кто-то привез, потому что это призрак. Давай, призрак. Мне кажется, крючок у него в верхней губе. Попался. Маленький призрак. Спасибо, мистер Кларк. Вот и крючок. Прямо около уголка. Совсем рядом. Вот так. Крючок затуплен. Мы и так не собирались его закидывать. Будем взвешивать. Почему бы и нет? По-моему, он этого достоин. Сейчас сфотографируемся. Правда, не похоже на призрачных. Красивый. Осталось поймать его маму. Она около 35 фунтов. Отлично. Не хватило пару унций. Итак, небольшой, 11-фунтовый карп. Так что снасть сработала. Но кажется, что большому карпу удалось от нее избавиться. Но несмотря на это, мы еще раз закинем ту же снасть, тот же крючок, лонгшенк-экс. В этот раз без вертлюжка, потому что его нужно вязать, а забросить хочется быстрее. Но этот карп даже не понял, что засекся. А снастка в этот раз лежала идеально. Поводок лежал прямой, так же, как и все остальное. Несмотря на то, что карп двигал ее по дну. Мы поймали мелкого карпа, но мне кажется, что если бы большой карп зашел под тем же углом, то мы бы его выловили. Мне кажется, нам просто не повезло. Давайте закинем оснастку. Там все еще кормится большой карп. Сейчас закинем ее. Похожая оснастка. Поворачиваясь и зевляется очень быстро. Будем надеяться, что вскоре она выловит нам карпа. Продолжение следует... Готовимся. Итак, карп над насадкой. Засосал. Ну, давай. Да-да-да, давай. Сейчас будет лобовое. Близко. Есть только один способ его поймать. Если будет мешок, леска будет лежать идеально. Ну, давай, давай. Так, близко. Нет, вы только подумайте. При ближайшем рассмотрении крючка и насадки видно, что крючок лежит прямо на камне и виден со всех сторон. И я уверен, что карп его увидел. И поэтому отплыл от него. Мы увидели это как раз в этот момент и решили, что насадку лучше оттащить немного назад, чтобы снять ее с этого камня, чтобы она была не так видна. Это не везение. Я думаю, это тот случай, когда вы можете сидеть часами и ждать поклевки, но потом смотать, забросить и сразу же выловить карпа. Просто потому, что она неправильно легла. Тянем назад. Около поводка оказалась палочка, о которой и зацепился крючок. Поэтому снасть нужно было забрасывать заново. Это еще раз доказывает то, что нельзя тянуть назад, если вы не знаете, что происходит под водой. Это можно делать с мешком, но не тогда, когда крючок голый. Забрасываем заново. Я ее вижу, она упала на хорошее место. Просто ослабь. Карп двигается по направлению к насадке. Оба карпа теперь должны быть около насадки. Нет, не клюнул. Нет, не клюнул. Готовимся. Готовимся. Сразу двое очень близко. Спасибо. Продолжение следует...